Всем огромный привет! Слушайте, что может быть приятнее осенью, чем душевные долгие застолья за красиво сервированным столом? Ну, в общем, я сегодня к вам с идеей вот таких вот салфеток. Многим она покажется знакомой, но на самом деле это тоже двусторонняя салфетка, только вторая сторона будет у нас пробковая. Я уже как-то показывала вам идею с тканью, а сейчас решила немножечко по-другому оформить. Итак, что нам понадобится? Конечно же, пекарская бумага. Сразу скажу, покупаю в магазине Светофор. Рулоны там очень дешевые, 38 рублей. Кстати, девчонки писали мне, что они вовсе не 30-метровые, а на поверку оказались 18-метровыми. Так что тут не могу ничего утверждать, лично не замеряла, но как бы для информации вам. Итак, первым делом я плету очень-очень тугую косу. И сегодня я расскажу, как можно сделать такую салфетку, чтобы не было видно следов клея, потому что в прошлый раз у меня было много вопросов под видео с подобной салфеткой, как ее сделать таким образом. Итак, я буду делать очень тугую косичку, по мере плетения буду ее вытягивать, а дальше сначала скручиваем вот такую вот как бы основу. Плетем и, точнее, склеиваем эту косичку вот в такой вот рулетик, так скажем. И обратите внимание, я наношу клей исключительно по внешнему контуру вот этой вот косички и далее аккуратно приклеиваю. Смотрите, это с одной стороны она выглядит так, а вот таким образом с другой. И сразу все излишки клея старайтесь по мере приклеивания убирать. Далее мне понадобятся винные пробки. Я их буду нарезать тоненькими такими вот блинчиками как бы. Все, что неудачно отрезалось, сразу убираю. И мне нужны прям вот цельные такие ровные детальки. Толщина каждой примерно миллиметра полтора-два в среднем. И это нужно опять же для того, чтобы не увеличивать толщину самой салфетки. Вот что у нас получается. Лицевая сторона салфетки, можете видеть, как выглядит. И это будет изнаночная сторона. Кстати, вот эти же пробки, они как бы еще и укрепят салфетку с обратной стороны. Ну и само по себе покрытие будет выглядеть весьма декоративно. И я покажу вам, как это все выглядит в сервировке. Итак, дальше мы просто аккуратно приклеиваем одну за другой детали к этой внешней стороне салфетки. Это быстрый достаточно процесс. И скажу вам честно, что на создание двух этих салфеток мне потребовалось примерно два с половиной часа. Это достаточно быстро. Вот что у нас получается. Да, может быть где-то местами неровно приклеиваются эти пробковые детальки, но это абсолютно не проблема. Далее заводим достаточно крутой раствор кофе. И, кстати, окрашивать можно и морилкой. Меня тоже об этом спрашивали запросто, девчонки. Я окрашиваю тем, что у меня есть под рукой. Беру такую вот импровизированную губку. Можно это делать кисточкой, но знаете, честно признаться, по опыту кистью очень много разбрызгивается. Поэтому удобнее промакивать какой-нибудь губкой либо тряпочкой. Итак, далее я всю салфетку покрываю этим раствором кофе. Чем плотнее раствор вы сделаете, тем будет салфетка темнее. Так что здесь на ваше усмотрение. Следующий этап это покрытие лаком. У меня на данном этапе лак акриловый, полуматовый, если не ошибаюсь. Сейчас покажу поближе ведерко. Покупаю я его в Leroy Merlin. Цена такого ведерка 308 рублей. И его хватает очень-очень на много разных поделок, переделок. То есть здесь, по сути, я использовала совсем немного. И вот, собственно, все, что у меня получилось. Дальше что мы делаем? Накрываем стол. Я использую здесь скатерть в цвете лен. Заказывала ее в магазине Любимый Василек. А в качестве дорожки я использую другую скатерть. Это тоже скатерть из магазина Любимый Василек. Только называется она вроде бы авокадо или что-то такое. И вот они, наши салфетки, уже готовые, просохшие, окрашенные. Итак, первым делом складываем их напротив друг друга. Ну, там, где планируется рассадить, так сказать, гостей. Здесь только две салфетки. На самом деле, я уже сделала четыре. Но на момент съемки видео две другие еще на просушке у меня были. Так что, если что, покажу потом в Инстаграм. И вот что у нас получается. Это первый вариант сервировки, когда у нас все такое салатово-зелененькое. И вот бокалов у меня зеленых под рукой не оказалось. Хотя дома так-то они у меня есть. Что-то, что-то как-то я про них позабыла. Ну, в общем, вы поняли. И мне кажется, что за таким столом и вообще, вот даже при такой сервировке, очень уютненько можно разместиться вечерком за милой беседой. Почему нет? И к тому же, подобные салфетки отлично защищают как поверхность стола, так и скатерти в целом. И посуда не брякает, а стол мне очень нравится, как они смотрятся. Добавляют, опять же, какого-то такого уюта, что ли. Когда будете выбирать диаметр салфеток, лучше всего ориентироваться на самую большую тарелку, которая у вас есть, и делать салфетку чуть-чуть побольше. Если вот суповую просто поставить, можете видеть, как она будет выглядеть в одиночестве, так сказать, гордом. И второй вариант сервировки, это как раз уже тот, что с пробкой. Давайте попробуем рассмотреть в другом цвете. Мне захотелось в таком бежево-желтом. Дорожка, я думаю, что те, кто смотрит мой канал давно, и так знают, что все это из магазина «Любимый Василек». Если кто-то будет спрашивать меня о вот этом плетеном подносе, его заказывала на китайском сайте. Посмотрите мои обзоры на Алиэкспресс, там есть ссылки на подобные подносы. И вот она пробковая сторона. Смотрится тоже, согласитесь, очень необычно и интересно. Дальше мы расставляем, опять же, тарелки. И здесь, повторюсь, вы можете как использовать такие крупные блюда, так и нет здесь на ваше усмотрение. У меня нет сейчас маленьких стаканов, поэтому использую крупные, хотя они мне, честно говоря, в сервировке не очень нравятся. Поэтому в дальнейшем я их убрала и просто поставила сюда бокалы. Это пробковые подставки под горячие из магазина «Фикс Прайс», кстати. И вот что у нас получается. На мой взгляд, опять же, достаточно быстро, просто смотрится очень необычно и эффектно. Если вам такая идея нравится, то я буду только рада, если вы ее повторите для себя и будете в дальнейшем применять. Мне кажется, сам по себе способ очень простой, легкий и быстрый. И в целом, сама сервировка мне очень нравится именно с таким вариантом. Ну вот даже сравните. Можно рядом с таким подносом плетеным использовать вот эту сторону, не подноса, салфеток. Ну, в общем, я довольна результатом и думаю, что попробую еще сделать парочку, чтобы у меня был комплект из шести таких салфеток под горячие. Очень мне понравились, они достаточно функциональные. Если идея понравилась, пальчик вверх, подпишитесь на канал и до встречи в следующих видео. Всем пока!